Я хотел бы поговорить о мягкотканных саркомах, которые относятся к редким опухолям, согласно определению, которое только что рассказала Анализа. И очевидно, что лечение мягкотканных сарком мы можем рассматривать как относительно простое, поскольку операция практически является единственным методом, который используется при лечении этих опухолей, и даже при высоком риске. Тем не менее, стандартная хирургия является методом выбора, хотя вы знаете, что есть данные, которые указывают на применение, из данного применения на одевантной химиотерапии в ситуации высокого риска рецидива. Но теперь, если посмотреть на ситуацию уже с метастазами, и по сути, если имеются только изолированные легочные поражения, то операция, опять же, является методом выбора даже при метастатическом заболевании. Вы можете добавить химиотерапию, если имеются неблагоприятные прогностические факторы, либо вы можете переключиться на химиотерапию в ситуации поздних стадий заболевания. И, опять же, все выглядит достаточно просто, поскольку сам по себе доксорубицин в бонорежиме все еще рассматривается как стандарт, даже если мы рассматриваем вопрос о химиотерапии. И если посмотреть на подходы к химиотерапии, к дальнейшим линиям химиотерапии, мы можем использовать некоторые препараты согласно полученным гистологическим данным. Но в итоге мы можем сказать следующее. Хорошо, если я следую рекомендациям по клинической практике, этим клиническим алгоритмам, то все достаточно просто. Я, соответственно, буду следовать передовым методикам терапии. Какие же сложности с лечением сарком? Первая сложность заключается в том, что они могут появиться в любом регионе организма, в любом регионе тела. И эта сложность представляет собой сложность, поскольку в случае, например, простого примера операции, например, хирург, который оперирует на молочной железе или при раках головы и шеи. Соответственно, в случае саркома хирург должен изменить свой подход, свое мышление и понимать, что хирургические границы в случае саркома концептуально отличаются от хирургических границ, когда мы говорим об эпатериальной эпохоли, при которой в случае, если границы свободны от опухолевых клеток, это значит, что вы провели хорошую операцию. Но в случае саркома вы имеете дело с такой псевдокапсулой, окружающей опухоль с реактивной зоной вокруг нее, что однозначно делает радикальность, превращает радикальность в более сложную задачу. И имеется качество хирургических границ, также отличается. Их зависит от того типа ткани, которые находятся под этой границей. Например, есть такие ткани, которые являются очень прочными барьерами к инвазии саркома. И, например, в контексте мышцы вы должны границы использовать существенно более широкие. Другими словами, хирург, оперующий саркому, должен знать это заболевание, должен быть с ним знаком и должен использовать критерии, которые специфичны именно для саркомы, даже если операция проводится на первичном очаге, первичной опухоли, в котором чаще встречаются другие типы опухолей. И вот эта анатомическая гетерогенность сарком представляется ограничивающим фактором для качества оказания медицинской помощи, если вы хотите. Еще один момент – это гетерогенность гистологии, которая представлена в семействе сарком. Поскольку гистология имеет очень большое значение, она имеет значение хирургически, поскольку, например, если вы говорите о какой-либо границе, которую вы должны использовать в случае фибросаркома, миксоидной фибросаркома, зависит от границы, которую вы должны будете применять в случае леомиосаркома. И даже с точки зрения фармакотерапии, мы это увидим, даже фармакотерапия должна определяться, в первую очередь, гистологическими данными. И это два основных, две основных проблемы. Еще проблема заключается в том, что частота доброкачественных мизмахимальных опухолей очень высока. Частота липом, например, как вы знаете, как мы видим, очень достаточно высока, и она выше в сотню раз, если вы встречаетесь с их злокачественными, скажем так, соответствиями. Если вы знаете педагогические саркомы, мы можем посмотреть сюда. То есть, если вы видите вот такую вот проблему, то диагностическая задержка, задержка с постановкой диагноза вполне вероятна, поскольку очаги или опухоли, которые являются саркомой, вот такие их врач в общей практике, например, или рентгенолог и так далее, может их перепутать и посчитать, что это доброкачественное образование. То есть, это достаточно неизбежная ситуация, что вы можете столкнуться с задержкой в постановке диагноза. И в этом случае вы видите биопсия, которая была проведена некорректно, поскольку хирургический рубец должен был делаться приближенно к тому, что, посреди тем, что было сделано в этом случае. И направление таких пациентов к соответствующему учреждению с экспертами по саркоме играет очень важную роль. И в Великобритании, например, была проведена вот эта кампания, которая очень важна. И Боб Праймер, хирург, переучивающий саркому, он, собственно, был игроком в гольф активным, и он сказал, что вот эти массы, если имеется образование в мягких тканях более 5 сантиметров, но вероятность того, что саркома существенно выше, и он отправил врачам общепрактики в Великобритании вот этот мячик для игры в гольф, и сказал, что если вы пропальпировали мячик для гольфа в мягких тканях вашего пациента, то имеется высокая вероятность, что вы имеете дело с мягкотканной саркомой. Это была попытка, и в итоге в его центре было направлено громадное количество пациентов с доброкачественными пухолями, и это цена, которую нужно было за это заплатить, но очень важно, еще раз я говорю о том, что очень важны вопросы корректного направления пациента и перенаправления таких пациентов. Более того, даже, например, в случае матки, опухолей матки, вы знаете, что миомы – это очень частые опухоли у женщин, тогда как, поскольку при том чистоталия миосаркома, она очень невелика, это очень редкая опухоль, менее одного случая на 100 тысяч в год. Соответственно, опять же, проблема диагностической задержки здесь присутствует. Далее, следующая проблема – это проблема вот марцеляции или кускования, если хотите. Это процедура, когда мы проводим за пределами эндопакета. Если мы сталкиваемся, например, с леомиосаркомой, то в итоге мы, если мы ее проведем, мы в итоге столкнемся с диссемнацией или распространением клеток опухоли в брюшной полости. Но высокая частота фиброидных опухолей матки является очень важным препятствием к тому, чтобы избежать использования марцеляции. И, кроме того, семейство сарком матки, оно весьма гетерогенное, поскольку имеется леомиосаркома, но также имеются эндометриальные астромальные саркомы. То есть в этом случае, если они высокодефицированы, соответственно, они очень ствительны к гомонтерапии. Если они низкодефицированы, то это, очевидно, нет. И они ведут себя по-другому. И все это является большим проблемой. Это все является большим, я скажу так, серьезным проблемой. И это термин, который был присвоен тем хирургическим вмешательствам, которые были проведены неправильно, проведены хирургами неопытными в саркомах. Это такая операция типа ой, когда хирург говорит, когда он понимает, что он понял, что это саркома, что это процедура, это процедура типа упс или типа ой. И об этом, и это встречается, скажем так, в ситуации сарком. Мы знаем, что локальный рецидив может быть, а может и не быть фактором риска к системному рецидиву, поскольку здесь имеются одни и те же прогнозические факторы, которые увеличивают риск локального рецидива, и также могут быть прогнозическими факторами, которые могут говорить о повышенном риске системного рецидива. Но, как минимум, даже если локальный рецидив не обязательно несет повышенный риск системного рецидива сам по себе, тем не менее, по крайней мере, это может привести к ухудшению качества пациентов, это может увеличить стоимость лечения, если локальный контроль над опухолем не достигнут. И, кстати, это данные французских коллег, в котором они говорят, что не только локальный контроль, но также общая выживаемость отличается в зависимости от того, где делается операция в референтном центре, в экспертном центре или за его пределами. Итак, первая операция – это то вмешательство, которое должно делаться в специализированных центрах по лечению саркому. И хирург, как минимум, должен знать и понимать, с каким заболеванием он или она столкнулся. Таким образом, предоперационная биопсия играет важнейшую роль, поскольку она очень важна, иметь диагноз до операции, поскольку это может полностью изменить подход к оперативному лечению. Проблема заключается в том, что патоморфологический диагноз может быть неадекватным, а некорректным в большом количестве случаев. Опять же, вот это французские данные, но есть данные и из Италии, и из США, которые абсолютно удивительны. То есть, вне, скажем так, центра по лечению саркому, патоморфологический диагноз в случае с микротканной саркомы может быть неадекватным, некорректным практически в третий случай. То есть, если диагноз ставится в обычной клинике, и если пациент, соответственно, не отправляется в специализированный центр, то вероятность того, что этот диагноз будет некорректным, может доходить до 30%. Итак, патоморфологический диагноз – это еще один аспект, который играет жизненную важную роль с точки зрения улучшения качества лечения пациентов с саркомой. И на практике это означает, что должна быть реализована идея мультидисциплинарной команды. Это означает, что хирург должен быть специалистом по саркоме, патоморфолог должен быть специалистом, тоже гистологом, разбирающимся в саркомах. И вот это вот данные, которые указывают, например, на роль неодевантной химиотерапии, и все еще идут споры по этим данным. Это обновление данных группы Александра. И оно было опубликовано на конференции АСКО 2019 года. И есть различия. Соответственно, если мы решаем провести неодевантную химиотерапию, это должно быть мультидисциплинарным решением, которое подразумевает то, что у вас имеется хирург, специалист по саркоме, радиолог, специалист по саркоме, и я онколог, который специализируется по саркомам. То есть, другими словами, это говорит о том, что сегодня в нескольких случаях лечение саркомы является мультимодальным. То есть, у вас должен быть онкологический консилиум по лечению саркомы. И первое клиническое решение, зачастую в онкологию, оно, собственно, решает очень многое, или может еще многое решить в судьбе пациента. И вы знаете, данные, эпидемиологические данные по Евроке, они указывают на различие выживаемости в Европе. И это, возможно, связано с некоторыми систематическими ошибками, но также, возможно, это связано и с определенными диагностическими задержками, которые связаны с качеством терапии, и особенно с первой терапией, поскольку первая терапия, первая схема лечения может значить очень многое. И, как вы знаете, естественное развитие саркомы заключается в том, что, например, операция на легочных метастазах может играть очень важную роль, поскольку это то, что, по крайней мере, заставляет нас вернуться буквально на пару столетий назад. И большая, конечно, доля этих пациентов может быть излечена, поскольку опухоль должна быть резерцирована, должны быть хорошие прогностические факторы. Но есть доля пациентов, которые можно излечить, используя хирургические техники. И есть другие пациенты. Те пациенты, которых операция не излечивает, и, соответственно, могут потребоваться повторное вмешательство с применением подхода итеративных операций на легочных метастазах. И это также может быть типа палеотивной терапии, напоминающей, например, химиотерапию, когда, естественно, практически факторы не очень благоприятны, химиотерапия может быть добавлена, или она может быть использована независимо от хирургических факторов на продвинутых стадиях заболевания. И, как я уже сказал, доксорубицин в монорежиме или доксорубицин с ифосфамидом может быть и возможным вариантом терапии, но также имеется несколько препаратов после препаратов первого ряда, в частности, например, тробектодин, при лемиосаркоме, при лемиосаркоме гемцитабин, при лемиосаркоме и ангисаркоме, декорбозин и позапониб, и синевальная саркомия или лемиосаркоме, эриболин, при липосаркоме или лемиосаркоме. Я просто говорю об этих ситуациях, поскольку все они указывают на гистологию, на роль гистологии в определении терапевтического подхода, направлено на максимальное улучшение результатов. Но, опять же, даже кроме этих более стандартных таких, что ли, случаев, например, даже липосаркома с непрерывными инфузиями и софосфамидом могут работать. При миксоидной липосаркоме тербектодин может дать другие исходы, отличающиеся от других лемиосаркома. Мы можем применять при них гемцитабин, как я уже говорил, декорбозин, но без изофосфамида, который, честно, более активен при синевиальной саркоме. Альвариарная мягкотканная саркома. Также мы можем лечить Дженикс и другие терапии, солитарные фиброзные опухоли. Мы можем применять при них ангогенные препараты, ангиосаркома. Здесь можем применять токсаны, которые плохо работают при других саркомах, гемцитабин, активно работают при ангиосаркомах, дерматофибросаркома. Это молекулярно-биологические данные, которые могут говорить о чувствительности препарата кемотениба. Мебофибробластные воспалительные опухоли – это очень странные опухоли, которые могут отвечать на алк-ингибиторы. Вне скелетно-мексоидных саркомах также могут быть чувствительными к ангиогенным препаратам. Дисмоидные опухоли также могут иметь сейчас другой ход. Они не метастазируют. Они могут отвечать на химиотерапию, которая в большинстве ситуаций не должна использоваться, в случае вследствие ее естественного развития. То есть это совершенно отличается от других мягкотканных сарком. И даже препараты, которые могут быть более активными, они не всегда используются как препараты первого ряда, поскольку возможные препараты с более низкой токсичностью могут работать. Есть еще одна проблема с саркомами, связанная с саркомами. Если посмотреть на данные рандомизированных исследований, по каждому из этих препаратов вы можете увидеть преимущество в, соответственно, безрецидивной выжимаемости, но в меньшей части общей выжимаемостью. То есть о чем мы говорим? Что даты по выжимаемости не всегда так могут быть полезны. Но если посмотреть на эти миологические данные, например, данные из Франции, авторы показали в своем регистре метастатическим пациентам, что леоми саркомы имеют лучший прогноз, чем другие гистологии. И леоми саркомы являются агрессивными саркомами. Это сложно не думать. Причина может быть в следующем. Почему для других препаратов, существующих препаратов, существующих препаратов не так хорошо работают? А при леоми саркомах мы имеем столько препаратов, которые активны и эффективны. Но достаточно парадоксально, что мы видим плюсы по выживаемости в обсервационных исследованиях, но не в каких-то исследованиях, в которых изучаются конкретные линии химиотерапии. Другими словами, возможно, мы увидим что-то вроде выживаемости, если вы проведете исследование, когда вы будете сравнивать иммунотерапию, доксерапицины, доксерапицины по сравнению со всеми этими линиями химиотерапии, одно за другой. Однозначно эти исследования неэтичны, невозможны, и никто их не будет проводить. Но, возможно, именно по этой причине мы понимаем, что так сложно обнаружить различия выживаемости при саркоме. И, соответственно, есть также эпидемиологические данные, которые указывают на улучшение прогноза у пациентов с поздними стадиями саркомы, даже в нашем учреждении. Мы также опубликовали эти данные. По выживаемости наших пациентов улучшается. Однозначно здесь может быть существенный объем систематических, скажем так, ошибок, но очень сложно не думать, что причина связана с некоторыми различными препаратами, которые мы используем в зависимости от гистологии. С другой стороны, мы видим, это пациент с поздней стадией саркомы. Это, возможно, как раз случай для палеотивной терапии. Но если посмотреть на данные ПЭТ, мы можем увидеть, что ПЭТ является совершенно отрицательным за пределами легких. Другими словами, у нас имеется несколько пациентов с поздними стадиями сарком, которые могут быть достаточно молодыми. У них может иметься поражение исключительно в легких. Легочная недостаточность присутствует и представляет собой проблему для палеотивной терапии. Вы хорошо понимаете, что лечение болевого синдрома существенно проще, чем лечение одышки и легочной недостаточности. И дыхательной недостаточности. Соответственно, палеотивная помощь должна в прямом смысле специфична, направлена на лечение пациентов саркомы. Мы изучали таких пациентов даже с точки зрения палеотивной терапии. И такое исследование, к сожалению, никогда не проводилось. Нет кахексии. Пациент может быть молодым, молодого возраста. Может быть, поражение только легких. Все остальные системы и органы вполне здоровы. Это действительно палеотивная проблема. Проблема палеотивной терапии. И с другой стороны, для пациентов с саркомой, которые были извлечены на свое заболевание в итоге, и это более 50% у них сталкиваются с проблемой выживаемости. Что выживаемость сегодня является очень большой проблемой. 5% от всей популяции является лицами, пережившими рак. И в случае саркомы вы сталкиваетесь со всеми подобными проблемами. В частности, последствиями операций и также всеми проблемами реабилитации, качества жизни и так далее. И далее возникает проблема, например, детей с саркомой, которые получали лечение в детстве и у которых может, соответственно, развиться масса медицинских проблем по мере, скажем так, старения. Даже выживаемость является весьма специфичной проблемой при саркоме. То есть, тем не менее, все равно. То есть, если вы следуете рекомендациям, то хорошо. Вы можете лучше, более качественно лечить ваших пациентов. Ну вот, недавние французские данные, они сравнили пациентов с саркомой, которые получали терапию согласно рекомендациям, с пациентами с саркомой, которые получали терапию, скажем так, с подходом, отличающимся от рекомендаций. И лечение согласно рекомендации, естественно, давало лучшие результаты. Но если посмотрим на пациентов, которые лечились в саркомных центрах и вне этих центров, то лучшие результаты были получены у пациентов, которые лечились в саркомных центрах согласно рекомендациям. Поскольку, которые лечились согласно рекомендациям, но за пределами специализированных центров, их результаты были хуже. И это понятно. То есть, да, мы можем провести операцию согласно рекомендациям, но если вы не являетесь экспертом по хирургии саркомы, то, соответственно, качество операции, естественно, будет ниже. И мы также попытались оценить требования к качеству в саркомных центрах. И какие ресурсы должны быть привлечены, быть частью от совета или консилиума по саркоме. И какие должны быть основные сервисы, какие должны быть сервисы, скажем так, которые приняются в расширенном режиме. Это означает централизованное направление пациентов в саркомные центры или наличие сетевых структур. Об этом сегодня вы говорили. Мы скажем несколько слов в конце этой сессии касательно возможных сетевых, скажем так, взаимодействий. И понятно, что эти аспекты лечения саркомы играют важнейшую роль. То есть, потом, патомофологический диагноз, стратегическое принятие решений, клинических решений, самоначал терапии, локальная терапия играет очень важную роль. Но также я бы обозначил и вопрос системной терапии, которая может применяться даже у пациентов в поздних стадиях, при поздних стадиях заболевания. Спасибо.